Количество погибших в сгоревшей лондонской высотке увеличилось до 17 человек. В больницах остаются 37 раненых, 17 из них в критическом состоянии. Но это далеко не окончательные данные. Поиск погибших продолжается. Оксана Кундеренко знает новые детали о пожаре и о том, как продвигаются следствия. Живым больше не найдут никого. Эти слова спасателей сегодня прозвучали как приговор для тех, кто потерял родных в страшном лондонском пожаре. В этой сгоревшей высотке пропали целые семьи. В отчаянии, в соцсетях и прессе распространяют их фотографии. А кое-кто именно из таких неофициальных источников социальных медиа узнает самые плохие новости. Свидетели рассказывают о том, как держали связь с людьми по телефону, а те боялись выходить из квартир. Исследовали инструкциям пожарных оставаться внутри, ждать, что за ними придут. Кое-кто отчаянно пытался вырваться, но не смог из-за густого и едкого дыма. Держите окно открытым, окно откройте, к вам уже идут. Пожарные исследователи продолжают работу, но добраться до всех квартир, особенно на верхних этажах, до сих пор не могут. Для поиска погибших используют дроны и дрессированных собак. Здание еще дымится, это из отлеющих очагов на верхних этажах. Именно поэтому, а также из-за особенностей конструкции, мы не отправляем туда пожарных и соображение безопасности. На месте трагедии побывали знаменитости. Известная британская певица Адель с супругом. Пришли политики, лидер оппозиции Джереми Корбин, премьер Тереза Мэй. У всех один вопрос, как такое могло произойти? Нам нужно убедиться, что причины этой трагедии будут расследованы должным образом. Поэтому я приказываю провести полное, открытое общественное расследование, чтобы мы получили ответы, чтобы узнали, что именно произошло и почему. Официальную версию причин пожара пока не назвали. Выдвигают разные предположения. От взрыва газа, неисправного холодильника или проводки. Говорят также о недостатках системы пожарной сигнализации, отсутствии спецсредств и легко воспламеняющейся обшивки здания. Пока власти ведут следствие, простые британцы бросили все силы на помощь пострадавшему. Вместо трагедии появилась стена памяти, где на многих языках оставляют теплые слова, соболезнования, цветы и даже фотографии пропавших без вести. В соседних церквях, спортзалах, администрациях открыли импровизированные центры помощи пострадавшим. Одежду, продукты, воду, вещи первой необходимости приносят постоянно, целыми коробками, так что складывать некуда. За месяц трагедии Британия сплотилась, как никогда. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.